У меня мозги поставлены таким образом. Меня как бы спасло в этой жизни то, что я читаю книжки. Вот с детства у меня уже я читал книжки, в детстве, и вот все, что когда мне было совсем плохо, я от себя материал книжки. И я начал читать книжки про сетевой маркетинга. И идея вот этой геометрической прогрессии. Ну, все ведь просто. Хороший продукт рассказывал одному. Оно пошло, 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 и ты богат. И потом я видел багажных людей, которые зарабатывали с каждого года 2 тысячи долларов в месяц. И 4. Не при по 5. А президенты аж по 10. А кто-то даже говорил, назвал сумму аж по 40. 40 тысяч американских долларов. Ну, это просто, вообще просто, ну, хватит треваться. Это невозможно, потому что этого быть не может никогда. Но все равно я видел, что тут же интересует, все это работало, и я начал. Год, два, три, четыре, лучший мой заработок, где-то тысяча долларов, полторы, тысяча восемьсот. Но все деньги, которые зарабатывал, надо, ну, кто знает, Гербалах, там очень классный месяц. Надо 2-пуссот каждый месяц сделать. У нас 50, а фигурт, да? Валовка. А там 2-пуссот. У нас на 60, на 70 долларов купить, а там на 3-5 тысячи долларов. Каждый месяц. Не купишь. Чекай. Зря работаю. Я поплялся, что я буду каждый месяц это делать. Делать. В конечном итоге я оказался в долгах. Долги, долги, долги. Тянутся. Долги. А если вы знаете, там каждый месяц нужна квалификация делать. И продукты в коробках. Сплат в Симферополе и в Севастополь продукты надо таскать. И вот машина, очередная машинюшка, которая куплена за полторы-то, две тысячи долларов. Просто за долги. И я, бывший капитан первой рамки, в галстуке и со значком ходишь, пока у меня есть прости меня, как? Брусь на маршрутках. Пять коробок. Пять коробок. Ну, четыре можешь взять, а пятая сзади стоит. И ты бежишь на складе, косишь, чтобы ни одна скотина украла пятую коробку. И эти четыре мотарь возвращаются за пятой. И вот так ту пятую вперед четыре. И вот так я работаю. И с Симферополе, и с Симферополе со складом до маршрутки, про такси же речи будет не могу. Я вообще за такси и за такси это что-то так вот. Кто меня понимает, кто-нибудь? Нет? Что я говорю? И мне моя жена говорит, вот она моя жена, встань, пожалуйста. Да, мы вместе с ней служили, вот мы же материна. В следующем году у нас будет 40 лет, как мы вместе живем. Браво. Как ты, таскаешься с этими коробками, значит, и давай купим тебе машину. Давай купим тебе машину. Я говорю, как мы купим машину, к самому сдалки, займем еще. Но все равно, у нас когда-нибудь бизнес, я все время ждал, что у нас бизнес взорвется. Кто-то подпишет, и бизнес взорвется. Все время, все время, ну что, взрывается, пока нет. Ну, дорогие. И вот, по взрывам бизнеса мы, она пошла, где-то заняла денег, и аж 5 тысяч. Она говорит, все, купим тебе настоящую машину. Ха-ха-ха. Зажали. И мы поехали. И она притащила. Я понимаю, что это, конечно, сумасшедшее. Я понимаю, что это, конечно, не рационально. Но надоело на машинках. И хочется уже забыть. Уже сколько-то, пару лет, наверное, уже машины нет. Мы поехали с ней дня эти деньги. И в кармане скут, как говорил один-таки герой, скутляшку деньги. Позвонил по телефону, договорился с двумя объявлениями, поехал. И первая же машина, которую мы нашли, Ford Tempo. Американцы, Ford Tempo. И парень такой, Роман, здоровенный, бывший пилиционер, продает. И видно, он давно эту машину продает. Такая неплохая, только американская. Кто понимает, что я говорю, да? Сзади номер квадратный. Американская. Дорогие запчасти, не продать, никуда. Хорошая. Автомат, до города Шарф, страшный. 98-го года рождения машина. Классная такая, все, беленький салон. Ну, хороший, но американец. Он говорит, да нет, это не американец, так жалко врет. И он понимает, что он не продаст его черезной раз. Но у меня так деньги, что делят, что я ее купил. Мы поехали на Тарик, нет на Тарик. Поехали ко второму, нет на второго. Он говорит, ну давай уже. И я говорю, давай в понедельник. Сегодня суббота, в понедельник. А сам думал, в понедельник я другу не найду. Деревятый раз, потом запчасти на ремонт ломаешь. Деревятый раз. Он говорит, ну я тебя уволят, ну я тебя прощу, ну пожалуйста, давай еще откуда-то подъедем. И мы поехали там, Татарик, 20 минут, деньги мои. Он мне ключи, доверенность у меня в руках, и я поехал. А он полетел. Я видел, как он полетел. Он нашел вахар. Он продавал машину, долго, и он меня нашел. Кто ищет, тот подойдет. Через 20 или 3 дня у меня сломалась лампочка. Когда у меня не работала лампочками, на море. Значит, у всех там 5, 10, 20, 30 гривен, у меня 29 долларов. И ждать 3 недели, заменить. Ну короче говоря, проблемы. И я начал хлебать. А до меня эти деньги, слушайте. Стекло мне разбитое на дверце, какой-то нехороший человек. 250 долларов БУ из Америки, 4 недели пароходом. Слушайте, я помню. Я ему звонил, я говорю, скотина ты. Он говорит, ну что такое, ну почему, вы же выбрали. Я говорю, ты меня, а саду прокачивай. И так-то было плохое финансовое положение. Эконома усугубилась тем, что вообще все до крайности дошло. 19 тысяч долларов в банк. Долг приводили. Продуктовые. Долг. Предотвративание состояния на нервной почке. Как выплатить долг? Не знаю. Каждый месяц тысячу долларов надо отнести. В основном это не в неделю, а проценты. Просто заткнуть дыру в двадцатую числу. С пятнадцатого числа понос от страха. Понимаешь, что я его не найду? Кто ведь? Слышишь, что я говорю? Да. И вот, когда ты долго ищешь, я хочу сказать, что я абсолютно точно знаю. Я не знаю, как вы. Я точно знаю, про себя точно знаю. Что я с этим месяцем стал благодатным человеком. Сильный. Я не знаю, какой, я точно знаю. Я верующий человек. Все мои результаты, которые я сейчас скажу, вот из коса Божьего, да, вот по этому. Мне понравилось то, что я сказал, мои результаты по этому файлу. Кому-то впечатляет, что ты ищешь за полгода, да, людей, тридцать пять стран, сорок тысяч долларов чистыми деньгами, без всяких там грязных. Мне нравится, нарастает. Я думаю, что через полгода где-то тридцать, двадцать, сорок тысяч долларов, это нормальная цифра. Чек. Кто-нибудь так хочет? Да. Если это не прямо будет двигаться, каждый день вливается в мою луку пятьдесят, шестьдесят, сорок, сорок восемь человек. Каждый день, я же вижу, я каждый день захожу в отчеты и вижу отчеты. Поэтому я точно знаю. Но все это не потому, что я такой умный. Все это не потому, что я такой крутой. Все это не потому, что я такой знающий, опытный и все по-дам. Все это только потому, что я верующий человек. Слава Богу за то, что он мне помогает. Он написан в его коробке, что он будет помогать тем, кто просит. И я просил, я молился, я просил, потому что я сам уже не мог. Ну представьте, десять лет долбаситься возле богатых людей и быть в нищете с долгой стоить. И все верить, чтобы бизнес сорвется. Десять лет! Уже все мои дистрибторы поменялись на семнадцать раз. Уже все вышли давно. Все родственники уже просто смотрят как на больного человека. Ну бывает. Был на маме, капитан Георганга как человек. Нет, вот сдурел парень, все на старости лет. Вот что это было. И начался у меня вдруг период, вдруг, как это всегда бывает, бизнес. Я не буду там рассказывать из-за несанкопередения, как все это проработать, но у меня начался на умный день. Я решился и сказал себе, я уже неделю, я хочу поменять ситуацию. И я решил поменять компанию, хотя я клялся, что это последний, который кроет пицца, правда. Но я понял, что надо поменять ситуацию, если не здесь, и бог меня поднимет. Давай. Я начал новые бизнесы, мне нужны были деньги. Вот так, деньги, чтобы стартовать бизнес. Мне нужно было несколько тысяч долларов. Ну, как обычно, закупить продукты всегда. А у меня их нет. И я бегал продать эту машину. Я бегал продать эту американскую машину, Форд Теппер, с такой страстью я ее продавал. Какая? Да ты что, американская? Да пошел. Все. И вот у меня работает объявление в газете, никто не реагирует. Я ее купил за пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов. За четыре.